Сотрудники госавтоинспекции бьют тревогу. Вторую неделю большое количество аварий с участием пешеходов. Причем все наезды происходят по вине автомобилистов, в то время как пешеходы соблюдают правила дорожного движения. Рано утром 8 мая на улице Краснознаменной под колеса автомобиля попал 17-летний парень. Молодой человек шел в школу, переходил улицу по нерегулируемому перекрестку. Женщина-водитель не предоставила преимущества пешему участнику дорожного движения. Как результат у молодого человека сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава. Кстати, перекресток Пушкина Краснознаменной считается особо аварийным. И этот наезд на пешехода далеко не первый. Будьте внимательны. Подобная авария случилась и 9 мая. День Победы для 67-летней жительницы Уссуриска закончился больничной койкой. Автомобилист двигался задним ходом, наехал на пешехода, после скрылся с места происшествия. У пострадавшей множественные ушибы и ссадины. Лечение амбулаторное. Подобное ДТП на улице Муравьева. Женщина 81-го года стояла на обочине дороги. Двигаясь задним ходом, автомобилист наехал на пенсионерку. Сотрясением головного мозга и ушибом колена пострадавшая доставлена в больницу. Виновника наезда ожидает разбирательства. Более легкими травмами отделалась 10-летняя девочка. Школьница переходила улицу по зебре. Рулевой Тойоты «Алеон» не дал преимущества пешеходу. В результате наезд. ДТП зарегистрировано на улице Кирова в районе 48-го дома. Всего же за одну неделю в сводках ГАИ 54 ДТП, 7 пострадавших. Причем двое из них несовершеннолетние. Есть один погибший – водитель такси. У пожарных Уссуриска минувшая неделя выдалась более спокойной. Всего 33 выезда. Крупных возгораний и пострадавших нет. Но это не повод расслабляться. Ведь огонь всегда возникает, когда меньше всего ждешь беды. Кстати, для активных пользователей сети интернет запущено приложение «Береги лес», которое является бесплатным и доступным для всех мобильных платформ. С помощью этого приложения любой может отправить сообщения о возгораниях с прикрепленной геолокацией и фотографиями. Пользователи, которые используют мобильное приложение «Береги лес», получают уведомления о вводимых режимах ЧАЭС и проводимых мероприятиях в своем регионе. Будьте активными жителями нашего города. Выручайте друг друга в беде и не проходите мимо. Ведь вовремя протянутая рука помощи может спасти чью-то жизнь. И самое главное – берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин